Ранее в Алленвейк. Элис похитили. Аллен, пожалуйста, помоги. Элис? Если еще хочешь убедить свою жену, будешь делать, как я скажу. Я не могу довериться никому, кроме своего агента Барри. Они ее убьют. Но ты мой лучший друг, и я беспокоюсь, что у тебя не все с головой в порядке. Похититель требует рукопись, которую я не писал. И теперь события книги воплощаются. Солнце сбылось. Она знала. Как же темно. Она вернется за мной. Я нашел лишь несколько отдельных страниц. Мне нужна вся рукопись. Срок истекает через два дня. Я нашла страницы мистера Уэйка. Хорошая девочка. Как, черт возьми, ей удалось заполучить рукопись? Я не знаю, она находчивая. А я говорил, что ты был слишком строг с ней. Слушай, я нашел всевозможные странные вещи, пока раскапывал местные... Да. Мистер Уэйк, это шериф Брейкер. Здесь с нами Агент Найтингел из ФБР. ФБР? Он просто мечтает вас увидеть. Вам лучше приехать в участок. Ладно, я скоро буду шериф. Давай быстро, хорошо? Чем-то помочь? Да, я пришел за рукописью. Мы ищем Роуз. Работает официанткой в закусочной. Роуз, знаю. Милая девчушка. А вы кто? Я Алан Вейк. Писатель, да? Слышал по радио, что вы приняты. Нет, Бэтмен. Покажу ее трейлер. Роуз хорошая девчонка. Всегда вовремя платит за жилье. Как я и говорил, Алл, я нашел всевозможные странные вещи в архивах местной газеты. Это место просто чокнутое. Исчезновения, мистические смерти, городские легенды, ставшие правдой. И... зацени! Множество вещей берут начало у озера Колдрон. Вы, мистер, правый. Индейцы верили, будто это озеро ворота на тот свет. Вы не подумайте, чего я-то сам всякие суеверия не одобряю. Да, хорошо. В любом случае, здесь был остров, которым владел человек по имени Томас Зейн. И некоторые статьи, что я нашел о нем, представляют его как известного писателя. Но сколько бы я ни искал, я не нашел ни одной книги, что он написал. Зейн был заядлым ныряльщиком. Таким заядлым, что остров стали называть островом ныряльщика. Но произошло извержение вулкана под озером в 1970-м. И Зейн ушел на дно вместе с островом. Еще диалоги будут или нет? Или мы все-таки заберем рукопись? И поедем освобождать жену. Да не спеши, я подожду, все хорошо. Рамуля-то наша. Да уж, сумасшествие. Оно тут с самого утра, будто с неба свалилось. Но поднять такую тяжесть под силу только торнадо. Хорошо, на какой-нибудь трейлер не свалилось. Так, нам сюда? Хотя нет, оно вряд ли, да? Не сюда, да? Так, Хадуи. К сожалению, закрыто. Так, погоди. Давай, открывай заборчик. Можно чуточку быстрее, то пожалуйста. Ну? Ну? Черная ведьма настигает в темноте. Такие вот сказочки. Они были любовниками? Как бы то ни было, Алл. Я только подхожу к лучшей части. Все статьи по этой теме написаны Синтии Уивер. Я поспрашивал, и это та чокнутая бродяжка, которую ты встречал? Вы про фонарную леди? Она чудачка, спору нет, но вовсе не бездомная. Да, короче. Она знала Джаггера и Зейна до их смерти, а после у нее что-то внутри перемкнуло. А, это эту, которую мы с фонарем встретили. Вечно свет проверяла. Ну? Иди она. А что тут уделала? Ну, скажи мне, пожалуйста. Я тебя попросил, приведи меня к рукописи. Ты стоишь там в помоечке копаешься. Так, сюда я надеюсь. О, а я ее вижу. Эй, а это и правда здорово! Роуз. Да? Моя рукопись? Она мне очень нужна. Да, я понимаю. Я знаю, что вам нужно. Муза-вдохновительница. Да ради... Барри! У нее ничего нет! Да. А... Эй, Ал? Ау, что-то... Ау... Барри! Что? Она идёт за тобой, в обличии моей бабы. У меня нет сил остановить её. Ты должен зажечь огни. Я же обещала навестить вас и вашу милую жену. Вы должны завершить начатое. Я настаиваю. Ты должен зажечь огни. Зажечь их. За работу, дружок. Меня тошнило, будто с похмелья. Только ярость заставляла меня идти. Во-первых, что за огни? И что закончить нужно? Но, похоже, у меня появился воображаемый редактор мне в помощь. Она старая женщина в траурной одежде. Я зову её Барбара Джаггер. Она очень строгая. Я пишу всё быстрее и быстрее. Моя рукопись попала под серьёзные исправления. Правки, что вносятся всё агрессивнее. И с каждым днём всё меньше меня и больше её. Я ненавижу это, но знаю, что она права. Она обещает, что я смогу спасти Элис таким образом. Она знает больше меня обо всём. Знает больше о моём даре заклинаний слов об этом месте. Был другой писатель, с которым она работала при схожих обстоятельствах. Томас Зейн. Жанр истории изменился. Он превратился в роман ужасов. Я близок к концу. Я чувствую это. Так, я так понимаю, это комната... Это официанточка, да? Которая нас усыпила. Ага. Явно мы ей нравимся. Ладно, мне жару. Если жену не найдём, то на крайняк сюда вернёмся. Роуз отняла у меня целый день. Мне оставалось меньше 20 часов до встречи с похитителем. Всё, что я мог, это затолкать Барри в машину, да придумать что-нибудь по дороге. Добро пожаловать в закусочную, дорогой олень. Что вам сегодня? Кофе? Я не мог держать на Роуз зла. Нечто использовала девушка, чтобы выйти на меня. Оно оставило на ней свой след. Первая добавочная порция бесплатна. Молоко и сахар на стойке. Хотите узнать предложение дня? Да, давай. Спасибо. Пожалуйста. Удачного дня. Приходите к нам еще. Так, покинуть трейлер. Моя пушка и фонарик пропали. Мне нужно было найти способ довести Барри так быстро, насколько возможно. Нельзя было терять время. Так, добраться до машины. Хорошо, нам, по-моему, в эту сторону. Но пушки-то у нас нету. Чем мы отстреливаться будем. Так, а можно включить? Я как раз выглянул наружу, чтобы глотнуть свежего воздуха. И вот что я вам скажу. Погода становится все хуже. Такие ночи мне особенно приятно беседовать с вами, а не лежать дома в постели. Когда погода выкидывает такие фортали, я вообще не могу спать. Так, но термос мне не нужен, я не буду их собирать. А вот бы батарейки и патроны, я бы, наверное, с радостью взял бы. Ну, сейчас ты получишь. Только Боба известно, что ты сделал с бедняжкой. Это агент Найтингел, ФБР. Подняли-ка, Хемингуэй, ты арестован. Только шевельнись, и я разрешу пушку прямо в твою чертову физиономию. Стой, держись, спилы. Я стою прямо перед тобой, чертов маньяк. Меня злило, что я оставил Барри позади. Но я не хотел упустить встречу с похитителем. Бросьте, мистер Вейк, давайте! Так, сбежать от полиции. Я думаю, конечно, это не самая лучшая идея, убегать от полиции, но... Давай попробуем. Ну да, все, мы устали. Устали, нам нужно отдохнуть немножко. Так, куда нам? Сюда, да, наверное? Стой на месте, сука-то! Да-да-да, по-любому. Сейчас только за кофе сбегаю. Слышал? Ты что делаешь, придурок? Ты в кого стреляешь? Мне интересно, зачем было делать то, что он устает? Ну, бегал бы себе спокойно. Так, налево, направо, налево, да? Пожалуйста, залезь. Так, ага, рукопись, хорошо. Он ушел! Давайте, парни, мы должны перекрыть ему дорогу. А дайте мне ствол, пожалуйста. Дайте мне, пожалуйста, ствол. Так, ну, здесь тупик. Ага, то есть, тьма нам помогла. Прикольно. Так, ну, по-любому тоже должна быть. Ой. Тут должна быть пушка или нет. Так, все, давай, восстановим силы и побежали дальше. Так, аккуратно. Скользкий склон, да, я так понимаю. Блин, у меня такое чувство, что мы в руки к ним бежим. Правильно, я так чувствую, что мы как раз бежим к полиции, а не от полиции. Угу. Надо понять, почему тьма нам помогает, если она за нами охотится. Я не могу связаться почти не с тем, кого вы мне выделили. Типа, она хочет сама нас убить, правильно понимаю? Это туже ствол, куда бы я не пошел. Окружал меня. У копов не было шанса. Они преследовали писателя, а не монстра. Ну да, осталось. Так, а мы с помощью фонарика сможем победить зло. О, бонжор. Босс вертолёта. Остаюсь. Хорошо. Встаю. Всё, встаю. Ага. Уходим. Там сзади какие-то монстры были. А, то есть ворона, да, нам помогли? Избавили нас от вертушки. Ну, в принципе, неплохо. Спасибо. Так. Угу. Так, я вижу свет, вижу разбившийся вертолёт. Куда нам нужно? Ага, вот ещё вижу что-то. Понятно, это тормоз. Нет, тормоз нам не нужен. Мне нужна пушка. У нас здесь Уиллер и Роуз. Уиллер пьян или чем-то накачался. Кстати говоря, от этого федерала явно попахивало шотландским одеколончиком. Если вы понимаете, о чём я. А, я ничего об этом не знаю, Маллиган. Приём. Ладно, неважно. Всё равно Роуз ведёт себя как совершенно чокнутая. Лучше дай доку взглянуть на них обоих. Приём. Понял. Вези-ка их сюда побыстрее. Этот, эээ, федерал хочет допросить Уиллера. Приём. О, да. Это уж точно. Похоже, у них много общего. Конец связи. Странно, как это всё. Чё-то доктор постоянно здесь всплывает. Не замешан ли он во всём этом? Так, осмотреться. Ну, я думаю, нам нету смысла осматриваться. Давай вниз. Правильно я понимаю. И вот сюда. Здесь дверка открыта. И побежали туда. То ли на заправку, или что это светится. Мне казалось, что там радиостанция. Я была частью местной радиостанции. Мэйн казался порядочным человеком. Он мог бы подсказать путь к угольной шахте. И не забывайте, оружие у нас с вами. Нету. Рочку нажимаю. И что делать? Неестественные тени удерживали ворота. Тьма, что гналась за мной, возводила препятствия. Пройти дальше без света я не мог. Угу. Иди мне найти фонарик. А, вот штуку, да? Мы, наверное, сейчас включим. У прожектора не было питания. Где мне это питание искать? Так, погоди. Вот вроде что-то светится, да. Отлично. И вот эта, да, бочка светилась? Не, мне показалось. Ну, пошли туда. Включать прожектор. И направим на ворота. Так, отлично. Все, мы справились. Прыгаем. Аккуратненько. Аккуратненько. Не повреди коленкам. Я тоже не могу понять, почему игра вечно забирает у меня оружие. Чтобы что? Ну, оставил вот ты бы его в инвентаре. От того-то ничего бы не поменялось бы. Опять нужно было прожектор туда. Так, что это? Взять фонарик. Отлично. Во. И, наверное, по пути мы где-то оружие найдем. Все. Побежали. Через мгновение я понял, что это световые гранаты. Тихо. Они были идеальным оружием в моей ситуации. Серьезно, святые гранаты появились? Ммм. Прикольненько. Это шериф-брекер. Накладывайте. Прием. Так, нажмите, чтобы метнуть световую гранату. Хорошо. Так. Бах. Шикарно. Так, давай еще. До побочины. Блин, а можно мне таких 200 штучек? До конца игры. Так, хорошо. Здорово. Минус один. И минус второй. Блин, по привычке на ярку нажимаю, перезарядиться. Реально, вечно нажимаю на ярку, когда я гранатку бросаю. Так, вот мы куда-то пришли. Ага. Так, радио и световые гранаты. Иван, вы на волне КБФ-ФМ и в студии Патмэй. Это Мил Крибати, Пат. Что нового, Мил? Ну, я живу возле трейлерной стоянки, Пат. Там сейчас какая-то суматоха. Ну, это по дороге ко мне. Не знаешь, что происходит? Я не знаю, но там куча полицейских машин, боют сирены, вертолет рассекает, и я даже, кажется, слышал выстрелы. Выстрелы? Да, сэр. Как из пистолета? Так вы можете выяснить, что происходит? Это совсем рядом, и там уже палят из ружей. Они все еще стреляют? Нет, это было минут 10-15 назад. Похож, дело серьезное, Пат. Поверьте, это не похоже на вечеринку. Ну, я... Я обязательно позвоню в управление, Мил. Ладно. Вы узнаете об этом, как только я получу сведения. Хорошо, спасибо. Все, побежали. Не-не-не, музыка, мне здесь не надо, спасибо. Спасибо, но музыка мне не надо. Так, здорово. Здорово, ребят. Это вы арештованы. Вы имеете право охранить молчание. Лови. Все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде. Так, три гранатки осталось. Надеюсь, нам этого должно хватить, чтобы дойти. Ну, либо не должно, не знаем. Так, погоди. Значит, тут что-то должно лежать. Ага. Так, ребят. Аккуратненько. Последняя гранатка. Вот здесь где-то схрон должен быть. Я в этом уверен. Нам все 99,9. Да, есть. Ну. Шикарно. А дай мне оружие какое-нибудь. Так, и три фальшфера. Блин. А это печалька. Я фальшферем их только отогнать могу. А больше с ними ничего сделать не могу, понимаете? Чисто отогнать и все. Так, ребят. Все. До побочения. А можно мне еще гранат? Нет, нельзя. Ага, вот вижу что-то. Давай, побежали. Сейчас, если на нас нападут, кинем под ноги фальшфер. Кинем под ноги фальшфер. Вот так. И побежим вперед. По идее, они должны будут за нами бежать, пока миссион горит. Ну, опять же, что они не так долго горит, как бы мне этого хотелось бы. Не-не-не. Сам стой. Все, отлично. Я надеялся, что Мэйн сможет одолжить свою машину до шахты. Сейчас, давай, посмотрим, что здесь находится. Просто фонарики, ладно. Заходим. Эй, окрой. Какой интервью мне помощь нужна. А, я так рад, что вы нашли время, мистер Мэйн. Бежать некуда, Дэн Раун. Отойди от Мэйна. Не трогай его. Во, 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 во. Всем успокойся. Положите оружие. Все мы тут друзья. Верно. Мы его взяли. Черт побери. Черт, да что с тобой? Там же штатский. Я доберусь до тебя. Понятно, опять убежать, да? Опять убежать от полиции нужно. Я столько раз падал с обрыва, что это было уже смешно. Вот что ты получаешь, называя книгу «Внезапная остановка». Хорошо, наверное, что мне не представился шанс рассказать Мэйну, куда я направляюсь. Мне нужно было оторваться от копов и найти собственный путь к шахте. Нам нужно найти ствол. Ты понимаешь просто в чем дело? Что у нас два фальшфейера и все. А впереди бабайки. А впереди по байке. И с ними надо как-то справляться. Так, а возьми, пожалуйста. Спасибо. О, а вот и револьвер мой, наконец-то. Вот это я понимаю. Можно теперь даже и не переживать. Конечно, патронов мало, но это лучше, чем, в принципе, вообще ничего. Глядь и крыса в спину. Так, хорошо. Блин, я надеюсь, что эти копы реально призрак или кто они, демоны. Они обычные. И у нас крыша с вами не поехала. А мы не перебили здесь получастка. Потому что всякое бывает. Может, реально мы шизики с вами. А копы были нормальными. Так, аккуратно. Беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги. Не было никакой разумной причины электрокомпании оставлять здесь фонарь. Было ощущение, что это все оставлено в пользование таким людям, как я. Возможно. Так, аккуратненько. Включить фонарь. Все. Ну, дальше вы же не пройдете, надеюсь, вы пройдете. Ага, пройдете, да? Сейчас, проходи. Отлично. Не знаю, кто оставил фонарик, но спасибо тебе, дружище. Правда, выручил. Потому что мы бы не справились бы. Так, все, погас, да? Давай еще раз включим. Гори-гори, ясно, чтобы не погасло. Ага, вот и дробовик. Вот это я не понимаю. Зачем нам опять по 300 раз вот это вот все собирать, как думаете? Так. Так, перезарядить. Хорошо. Пойдет твое. Тихо-тихо-тихо-тихо. Пожалуйста. Да ты что, издеваешься? Бред какой. Какой бред. Можешь просто уйти отсюда, когда мы идем. Можешь но их. Можешь реально просто... Просто убежать. Оленя, мы не прорвемся, да? Пока мы не победим их. Хорошо, у нас где-то тут гранатка была одна. Все, шикарно. Шикарно, шикарно, шикарно. Сменим батарейку. Так, отстаньте, пожалуйста. Все. До побачення. До побачення. Справились. Открывай ворота. Ну? Ну, я ж убил их всех. Что ты от меня хочешь? Ладно, побежали назад. Может, я что-то не понимаю. Ага, в эту сторону. Да, наверное. Ладно, пошли. А у нас восемь патрошков всего. Так, тормоз мне не нужен. Восемь патрошков и семь батареек. Так, это что? Угу, это очередная рукопись. Пока меня зачитывать, наверное, не будем ее. Если не забуду, то, может, в конце уже. Во. Отлично. Давай, перезарядимся. Алло. В жизни не встречала такого упрямца. Элис? Элис? Аллон. Аллон. Я так боюсь. Держит меня в невидении. Помоги. Я смотрю на тебя. А это будто и не ты, а какой-то незнакомец, похожий на тебя. И даже с твоими глазами. Элис, я здесь. Я так одинока здесь. Я схожу с ума. Он не захочет слушать и сотрудничать. Связь была ужасной, но это было не единственное, что казалось неправильным в этом звонке. Ее голос звучал как-то неправильно, но она мне позвонила. Широкую на широкую. Согласен. Склад на противоположном берегу. Я надеялся, что найду машину там. Неправильно. Полезли. Блин, даю гадать. Здесь на нас тоже, да? Сейчас нападать будут в этом лабиринте. А, ну да. Сверху мы, ой, еб твою. Сверху мы, наверное, не прошли бы из-за поезда. Сама, что преследовала меня, становилась сильнее. И она подчиняла абсолютно все на своем пути. Так, ну? Что за все? Не знаю. Еб твою. Что делать? Алло. Скажи, что делать. Просто скажи, что сделать, и я это сделаю. Жесть. Ага. Ага. Очень интересно. А там, противоположном берегу. Я надеялся, что найду машину там. Очень интересно, но еще непонятно. Возможно, нужно уклоняться было. Ладно, сейчас попробуем. Хоть бы подсказку какую-то дали. Хоть бы дали какую-то подсказку. Но, по идее, да. По идее, нам нужно, наверное, будет уклоняться от... Вот этого вот всего. Вот пока мы с ней закончатся. Зима, что преследовала меня, становилась сильнее. И она подчиняла абсолютно все на своем пути. Так. Уклониться. Ага. Уклониться. 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 Да ёб твою. И уклониться. Я пытаюсь, ребята, уклоняться, но что-то у меня вообще ничего не выходит. Падла, падла, падла. Нет. Нет, ну пожалуйста. Ну, ну не надо. Ну, уклоняйся. Что мне нужно делать? На противоположном берегу. На каком нахер противоположном берегу? Не хочу я туда идти. Я могу наверх подняться? Сам иди туда. Но это бред. Когда ты не знаешь, что тебе делать, это вообще какой-то бред. Ну, да. Я сюда никак не поднимаюсь. Ладно. Хочу бы написали. Типа, уклонись от помойки. Либо кинь цветовую гранату, которой у тебя нет. Надо было не использовать цветовую гранату. Ну, если бы я знал, что меня тут такая херня ждет. Но стрелять тут бессмысленно, я так понимаю. Нету в этом смысла никакого в этой стрельбе. Может, светить нужно? Честно, без понятия. Так, что за черт? Так. Ага, понял. Ага, понял, понял, понял. Хорошо. Блин, ну, теперь понятненько стало, хоть понятненько стало, что нужно делать. Все, сменим батарейку и побежали отсюда. Мать твою, ничего не хватало реально с бочками сражаться. Ага, понял. Ну, да. Такими темпами мы с вами не доживем. Где проход? Где проход? Как сюда пройти? Во, все, справились. Хорошо. Фух, мы молодцы. Так, этот фонарик, по-моему, получше, да? Чуть-чуть побольше, вроде бы. Давайте его заберем. Так. Сейчас тут заберем патрушки. Во, светошумовых нету у нас ронат. К сожалению, нету, да, наверное. Так, фальшвейер. Нужно осмотреться. Может где-то тут будет скром какой-то. Не. Схрома нету, жалко. Ладно, идемте вперед. Идемте вперед. Навстречу приключениям. Ага, здорово. Так, ребят. Бум. Как оно? Нормально? Во, отлично. Да, это дольше немножко светит. Это не может не радовать. Все, до побочины. Ну и заряжается дольше, чем первый. Так, отстань, пожалуйста. Так, они боятся. Че? Че они боятся? Че-то они боятся. Давай прочитаем до конца, чего они там боятся. Они боятся света. Та ты шо, серьезно? Спасибо за подсказку. Потому что я как-то сам не догадавался. Думаю, чего ж они боятся. Так, посмотреть нельзя? Или можно? Ага, очередная серия. Да-да-да, я сейчас вернусь. Не уходи никуда. В том, что они лишь тонкая вуальность. Угу. Коленкой ударился. Так. Ну да, и угадаю. Да. Трактор-убийца. Прикольно. А, даже так? Даже прям так, ребят. Ага. Ага, ага. Прям все настолько плохо, да? Прям все настолько плохо. Ладно. И шо мне с ними делать? Светит на него или шо? Божечки ты мой. Как мне с ним справиться? Давай, свети, свети, свети. Все, шикарно. Но с этим уже проще будет. С этим реально проще будет. Так, использовать. Ёп твоё. Ёп. Все, отстань. Отстань. Все. Донбестально библиотека, ребят. Так, хорошо. Справились. Конечно, экскаватор. Вот это вот. Монстр меня. Если честно, удивил. Причём приятно удивил. Могёт. Игра могёт. Так, использовать. Игра могёт. Никогда я так не радовался рассвету. У меня было пара часов, чтобы добраться до угольной шахты. До угольной шахты было недалеко. До угольной шахты было недалеко. Сегодня я должен был встретиться с похитителем, и он бы отдал мне Алис. Я не оставил бы ему выбора, ведь утопающий хватается за соломинку. Так, музей угольной шахты. А ты не хочешь на машине проехать к ней? Нет такого желания двигаться к угольной шахте на тачке. Тем более, сейчас день, что мы здесь можем с вами увидеть такого интересного. Так, а ну, перепрыжками будем, давай. Какой ГТА? Чисто какой ГТА. Быстрее будем бежать. Ладно, это не помогает. Может, реально нужно в тачку сесть и поехать? Так, неровная дорога. Да мне как-то все равно. Ровная, она неровная. Все равно у нас в своих двоих бегим. Чисто день оленям. О, идемте джипа, залутаем. Так, двигаться к угольной шахте. Ехать. Ага, я так и знал, что можно было на джипа сесть. Тихо-тихо-тихо-тихо. Нам куда? Нам в эту сторону, да? Наверное. Вот это я понимаю. Это вот хорошо. Потому что реально, ребят, ну, представьте, сколько мы пешком бы сюда пошли бы с вами. Ой, еб-то. Я таки извиняюсь. Надеюсь, она застрахована была. Я не специально, честно. Так, угольная шахта, наверное, вот сюда, да? Надеюсь, мы там ничего с вами не упустили. Так, как нитер спит на пробел, да? Тормозить, да. Хотя, чё-то это не похоже на угольную шахту. Если честно. Если честно, это не совсем похоже на угольную шахту. Ладно. А на этой мы тачке можем ехать? Да, можно в любой тачке ехать. Шикарно. Давай наверх поднимемся, посмотрим, что здесь есть. И поедем дальше. Может, тут очередная рукопись будет лежать? Нет, просто радио. Это Пат Мэйн, вы слушаете КБФФМ. Друзья мои, я хочу извиниться за то, что прошлой ночью бросил вас на произвол нескончаемых музыкальных записей, но меня задержали. Видите ли, я тут столкнулся с одним крутым ФБРовцем, у которого руки так и чешутся пострелять. А между тем, ему бы не повредил урок хороших манер и увесистый... Так, побежали. Давайте, наверное, дальше в джипе поедем. Он, во-первых, меньше, а во-вторых, наверное, быстрее будет немножко, чем вот эта вот Каламага. Мы же сможем спуститься? А, нет. Хотел просто по прямой поехать, ну ладно. Давайте, давайте по дороге. Стой. Давайте исследовать полностью все места, что тут есть. Не зря, что разработчики оставили открытую дверку, правильно? Или неправильно? Или широкую на широкую? Угу, неправильно. Ладно, а наверху у нас... То же самое, да? А, нет, хотя, погоди. Не, все то же самое, что вверху, что внизу. Ну, тогда ничего не остается. Едем с вами вниз. Все, поехали. Больше никаких остановок. Тихонечко-тихонечко, только не упади. Ёп твоё. Ой, сори. Я прибыл раньше. Я должен был встретиться с похитителем в главном здании. В шахте было тихо. Теперь здесь располагался музей. Так, двигаться к угольной шахте. Это типа отсюда. Хотя, вот, наверное, угольная шахта. Ну, ладно. Давай зайдем. Я не хотел выходить наружу. Полиция наверняка меня искала. Под полуденным солнцем было, как в бане. День тянулся бесконечно. В мыслях крутились сценарии. Пытки, которым я мог бы подвергнуть похитителя, чтобы вернуть Алис. И все эти немыслимые ужасы, которые он мог сотворить с ней. Я сочинял, что Элис мертва. Я не мог убедиться, что она жива. Неизвестно, что пиво. Я держался на слепой надежде. Все это была пустая трата времени. Ублюдок не придет. Вейк! И где ты, черт возьми? Планы меняются. Знаешь, где Миррор Пик? Это большая гора к северу от тебя. Пойдешь туда по тропе от шахты, не заблудишься. Там есть смотровая площадка. Я буду ждать. Мне надоело, что ты меня динаешься. Хочешь увидеть свою жену живой? Если да, то думай, что мне говоришь. Ну как? Мы друг друга поняли? Я хочу поговорить с Элис. Ага. А я хочу рукопись. Не заставляй меня ждать, Вейк. Алло. Алло. Аааа. Я убью его. Только хотел сказать, я его точно грохну. Мне нужно было добраться до Миррор Пик. Таким образом. Еб твою. Это что такое? Эмм. Я там могу спрыгнуть вниз? Это не проблема, ребят. Просто... А точно ли нам вниз нужно? Ну ладно. Тут закрыто. Хорошо. Ну давай вниз прыгаем. Других вариантов я не вижу. Так, а здесь нам... Ага. Вот я что-то вижу. Что-то вижу. Фольфейер, батарейка. Так, нам нужно куда-то идти. По дороге какой-то. Туда конкретно я так и не понял. Так, вниз и... Ага. Вот в эту сторону, да? Так, не-не-не. Ты поосторожнее, пожалуйста. Так, патрошки мне не нужны. Хорошо. Значит, тут сейчас где-то будут монстры. Насколько я понял, да. Тут сейчас будут монстры. Все, отлично. А это все? Да, типа все. Так, ладно. Давай. Батарейка... Батарейки у нас есть. Патрошки тоже есть. Так что... Не будем жалеть. О, сейчас как раз запас пополним. Отлично. Так, побежали. Ты что, епнулся? Ага. То есть сейчас за нами еще будут охотиться вещи. Отлично. Вообще шикарно. Ладно. Уходим отсюда. Во. Светошумовые гранаты, да? Три штучки есть. Давайте, наверное, их оставим на конец. Давай, наверное, на конец их оставим. Что-то мне кажется, что они нам пригодятся. Так, хорошо. Вроде никого. Так, погоди. Это что такое? А-а-а. Ну, давай, ломай. А, нам наверх. Быстрее, ярче. Быстрее, 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 быстрее. Все. И, наверное, вот сюда. Не? Ага. Открыть люк. То есть, вниз и вперед. Правильно, я понимаю? Еб твоё. Да, ё-моё. Алло, отстань, пожалуйста, от меня. Как мне хп-шку восстановить? Тут есть? Где-то в лампочке. Жесть. Как пройти? А, вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз. Единственный путь к склону горы проходил через здание. А для этого нужно было избежать электроказни. Так, электроказни. Хорошо. Ну, вот на тачке. Я думаю. Я думаю на тачке, давай. Ну, открой, пожалуйста. Давайте покатаемся, позбиваем их немножко. Пока есть такая возможность. Все, 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 прекращайте. Так. До побочения. Все, уходи и дверь закрой. Шикарно. Пошлите открывать и поехали отсюда. Так, ракетница. О, вот это мне уже нравится. Вот это же мне часто нравится. Ага, и за нами кто-то сейчас будет бежать, да? А, нам назад надо вернуться. То есть здесь мы с вами дверку не откроем. Ладно. Ехать. Я в твою. Едем, едем, едем. Ой, вообще ничего не вижу. Реально вообще ничего не вижу. Ну да, тут без машины я бы не справился. Без тачки я, наверное, тут явно не справился. Все? Летающих вещей не будет или будет? А вот это уже что-то новенькое, да? На машине мы еще с вами зомбаков не убивали. Хотя, возможно, это демоны. Я так и не понял, если честно. Так, давайте уже со всеми закончим. И будем потрошки тратить. Давай, иди сюда. Все, минус один, минус второй. Все, конечная, надеюсь. Оленя. Давай осмотримся. Ну, вроде, да. Хорошо, спасибо, машинка. Если бы не ты, я бы даже не знаю, что бы я сделал бы. Я не знаю, как бы я исправлялся бы. Так, побежали наверх. Только можно здесь без летающих сковородок, вот этой вот ножей, машин, домиков. Так, где... Ага. Здорово. Здорово, ребят. Как оно? Как бы. Нормально все у вас. Он вас что-нибудь беспокоит? Как вы рассказываете, вы не стесняйтесь. Так, а можно полностью перезарядиться? Спасибо, спасибо, пожалуйста. И вот для тебя по трошкам. Я думал, эта бочка взорвется. В основном красные бочки такие взорваются. Ну, не. К сожалению, не фортануло. Почему я не могу себе в лицо фонариком посветить и восстановить здоровье? А, вот эти вот бочки взорваются. Знаешь, сейчас тут что-то будет, да? Да. Я угадал. Так, не то. Вот сюда. Вот сюда. И вот сюда. Обожаю такие моменты. Так, ладно. Давай немножко посерьезней пошли наверх. Термос брать не буду. Так, следуй. Хорошо. Куда следовать? Надеюсь, мы на этой точке сможем уехать сейчас. Это что такое? Блин, что это такое? Все, выходим. Уходи, 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 уходи. Давай. И было очевидно, что это не электрокомпания оставила здесь световые гранаты. Ага, в тачку сесть не можем. То есть, пешком, да? Придется идти. А куда идти? Направо, налево. Давайте, наверное, сначала использовать фальшферы. А когда уже у нас вообще ничего не останется, возможно, туда уже и будем светошумовые использовать. Опять же, помните, будем вот эти штуки вот уничтожать. Не знаю, зачем, но разработчики сделали, что их можно, значит, что-то дает нам это. А может, ничего не дает. О, здорово, ребят. Как оно? Нормально? Как вы себя чувствуете? У вас все хорошо? Так, один, два, один, два, один, два. Все. Щикарно. Как говорил Эрик Картман. Из Саус Парка. Помните? Ох, ты ептую, сколько вот здесь. Так. Лятый, крыса. Стой, 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 стой. Пойди, я перезаряжаюсь. Я реально перезаряжаюсь, погоди. А, все, да? Все, 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 все. Давай, давай, дружи, давай. Давайте дружить, дебилы. Так. Давай, по одному. Кто на меня? Ты? Стреляет оно. Топориком своим. Все, отстань. Ну, давай, дружи, давай. Зачем вот это вот все? Девять патрошков. У нас осталось девять патрошков. Пять гранат. И два, два световых вот этих каких. Вот ракетницы, две ракетницы осталось. Надеюсь, нам этого хватит. Так, взять рукопись. Может, рукопись послушаем, как думаете. Может, время отдохнуть немножко. Послушать рукопись. Ага, вон свет на мосту у нас. Термос нам не нужен. Ладно, побежали сюда. Давайте постоим здесь и послушаем, что там в рукописи было написано. Тьма накатывала на меня, поглощая все, то, чего могла дотянуться, цеплялась за мою одежду. Я увидел фонарик, который уронил похититель и метнулся к нему, когда почувствовал, что ноги отрываются от земли. Тьма стиснула меня в стальных объятиях, как торнадо. Каким-то чудом мне удалось включить фонарик. Тьма взревела и отшвырнула меня. Я упал и покатился к темным водам озера далеко внизу. Бульдозер заревел и попер напролом, разбрасывая грязь и камни. Он пробил бетонную стену и тяжело ввалился во двор. Будь бульдозер животным, он бы встряхнул головой после удара, уставился на меня и атаковал. Конечно, у него не было ни головы, ни глаз. Наползающие тени превратили его в монстра. И он пришел за мной. Кстати, этот бульдозер, который на нас нападал недавно, пару сцен назад. Когда Томас Зейн влюбился в Барбару Джаггер, все произошло стремительно. Она была молода, прекрасна и полна жизни. Томас никогда прежде не был особенно счастлив, а Барбара изменила это в одно мгновение. Никогда еще Зейну не было так хорошо. Все, что не делала Барбара, становилось еще одной деталью пазла, которого ему так недоставало всю жизнь. И что было лучше всего, слова при ней текли мощным потоком, сильные и яркие. Барбара была его музой. Участие одержимо сохранились отголоски эго. Но это было как судороги в мертвом теле. Оставалась только оболочка, полная темноты и покрытая ею. В большинстве случаев темной сущности хватало этих кукол. Но для более тонкой задачи, как с писателем, требовалось иное. Темная сущность хотела получить его рассудок. И вместо того, чтобы овладеть, она просто прикоснулась к писателю. Я смотрел через решетку тюремной камеры. Барри устало пошатывался позади меня. По другую сторону решетки стояли агент Найтингейл и шериф Брейкер. В руках у Найтингейла была стопка страниц рукописи. Он ликовал, как безумец. Ну что, Реймонд Чандлер, теперь ты попался. Здесь все, все доказательства. В том числе преступного сговора с целью убийства федерального агента. Все, отлично. Пошлите, ребят. Потому что я себя знаю, я бы, наверное, забыл бы это все послушать. Так. У меня не было реального плана. Я шел отдать похитителю все страницы рукописи, что были у меня, в обмен на Элис. А если этого будет мало, я наставлю на него ствол и заставлю говорить. Так, поменять. Ага, а это получше, да, я так понимаю? Или нет, или все то же самое? Так, налево, направо. Налево, направо. Не, давайте налево, наверное, пойдем. Так, налево. До лампочки. Еб твою. Так, ребят. Хорошо, отлично. Молодцы. Так, в дом есть смысл бежать, как думаете? А, ты устал? Заика наша устала, да? Так, а в доме ничего полезного, походу, и нету. Так. Хорошо. Так, ракетницы, ракетницы, ракетницы. Гранатка, гранатка, ну все. Да, они сразу сюда побежали. Пополнили запас как раз себе. Не, 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 все, я ухожу, честно. Это твой домик, я понимаю. Но я честно ухожу. А, закончу, пожалуйста. Спасибо. Во, а это, ручье мне уже больше нравится, чем то предыдущее. Если честно. Так, ну, надеюсь, удержишь, они не пойдут на меня. Или пойду. У нас, сколько вас тут. Слышь, а у вас не сильно ли много ребят? Лови. Все. Да, папа чиню. Пошли наверх. Да, там и снизу был какой-то проход, но мне хочется побыстрее отдать рукопись и забрать жену домой. А не бегать. Темная сущность поверху двигалась в том же направлении, что и я. Чувство холода поселилось где-то внутри меня. Она идет за Элис? Нет, за пивом. Что за глупые вопросы? Алан. Так, на смотровую площадку Меррор Пик. Отличные работы можно заработать. Так, а ну, ребят, лови. И ты тоже лови. Так, ага, вот это вот самый главный босс, да, так понимаю? Которого нам тоже нужно победить. Так, светошумовую я пока тратить не буду. Во. Отлично. Есть? Справились. Только два патрушка осталось. Малого синька будет. Надеюсь, на пехоли у нас есть побольше. Так, да. Переходим на пехоль. В какую сторону? Вроде бы сюда. Блин, ребята, отстаньте, пожалуйста. Дайте уже спокойно набежать до контрольной точки. И закончить эту серию спокойно. Мертвая. Город-призрак. Стоял так десятками, а может и сотнями лет. Нам вперед, да? Наверное. Еб твою. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Беги-беги-беги-беги-беги. Так, взять рукопись. О нет, бочка-убийца. Тихо. Тихонечко не упади, главное. Так, куда меня компас ведет? Куда-то в эту сторону. И даже нигде схрона не вижу, чтобы пополнить боезапас наш на дробовик. О, здорово. Ага, ага. Понял, ребят, понял, 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 понял. Да, 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 да. Все, минус. Паршиша мы с вами сохранили этот, как его, да? Ай. Нехорошо. Окей, пойди. А я могу использовать вот эту вот штуку. Да. Хорошо, что светошумовую мы с вами оставили. И сигнальные ракеты. Потому что новые монстры, вот эти вот автомобили, меня убивают, честно. В прямом и переносном этом словосмыслим. Так, бежим наверх. О, сейчас паровозик, да? Паровозик Томас на нас нападет. Ну да. Ёб твою. А-а-а. А-а-а. Кто мне скажет. Ну. Вот так вот. Перезарядить. Отлично. Давай-давай-давай-давай. Исчезай, исчезай, пожалуйста. Все? Да, повезло. Правильно, повезло. Так, осмотреть. Нам нужен ключ для двери. Мне нужен ключ для двери. Хорошо. Ключ для двери у нас в сарае, да, наверное, находится. Я все даже храню ключи от двери. Надо в сарае его, правильно. Где еще его хранить? А ты где хранить свои ключи? Я напишу мне в комментариях. Кто же в сарае? Как в песне, да? Он умер. Мы его в сарае положили. Трак Терчок начал нам рассказывать о том. Если я не пишу, то за каждое действие нужно бороться. Мне плохо. Но мне удалось спуститься вниз по лестнице. Здесь коробка из-под обырявни, книги и бумаги Томаса Зейна. Очень трудно собраться, но мне удалось прочитать кое-что из этого. Он поэт, и поэт хороший. Он пишет про мусы творцов, что призывали невероятные вещи из магического озера. Брали их силу, изменяли мир. Так ладно. Во. Это что такое? Это у нас охотничеое ружье. Не, погоди. Давай, наверное, все-таки с дробовиком побегаем. Ну, а все-таки с дробовиком побегаем, оно получше будет. Сори, что я не дослушал. Ну, как-то так. Давай, побежали. Нету времени, как говорится, объяснять. Просто побежали. Так, на смотровую площадку. Контрольная точка. Хорошо. Ну, вы целостите, что с этим, с дробовиком, будет как-то поприятнее, чем с охотничьим ружьем. Конечно, у нас патрушка вообще на него нету, но рано или поздно мы должны его будет найти, да? О, погоди. Я же кто-то нашел. Оно пестрило орфографическими ошибками и бронью. Он просил меня поторопиться. Так, сейчас мы поторопимся, только заберем. Сундучки. Вот, боеприпасы, хорошо. Отлично, 4 штуки. На дробовик всего 2. Ну, ничего страшного. На пистолет зато у нас много есть всего. Так, бегим вверх. Бегим сюда. Серьезно? Так, тихо. Ой, тихо-тихо-тихо. Не, не, не упади, пожалуйста. Пожалуйста, только не упади. Не, 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 все, хорошо. Я так понимаю, нам сейчас будет надо с птицами до разбираться. Ептвоё. Все, 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 уходим. Уходим, уходим, уходим. Сюда же они не залетят, я надеюсь. Не, наверное, не. Давайте, наверное, оставим себе фальшфейер. То есть, ну, то есть, ракетницу себе в руках оставим. Потому что здесь пещера, здесь по-любому кто-то должен быть. Так. Идут к озеру, а нам нужно покинуть серебряный рудник. То есть, туда нужно вниз или куда? Да я иду, погоди ты. Ну, явно ж не сюда, правильно? Просто там к озеру можно выйти. Нужно ли нам к озеру? Или нужно нам сюда идти? Хотя, судя по записке, наверное, сюда. Так что, давай. Забираем рукопись. Забираем по трошке. А вон и выход, я вижу. Пожалуйста, пусть это выход будет. Понял. Спасибо. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ага. А вот и здрасте. Как оно, Регас? Все, по случаю, можно предотвратить. Еб твою. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все, хорошо, справились. Это было, конечно, да. Испугали меня. Я скажу, что сложно, но как-то напряженно. Я не люблю, когда со спины, знаешь, это вот нападают. Когда, в принципе, ты сосредоточен на том, что впереди тебя находится, а они сзади на тебя, налетают. Так. Мне нужно было найти путь наверх через что-нибудь. Может, здешние механизмы помогут с этим? Может. Я даже примерно понимаю, как мы это будем делать. Вот это как вот использовать. Ага, вот сюда. Все хорошо. Ну, наверное, я понимаю, как мы это будем делать. Да. Отлично. Теперь все то же самое, только наверх нужно будет. О, отлично. Блин, как же хорошо, что здесь головоломки не сложные. А я смогу тогда прыгнуть? Что-то я сомневаюсь, да? Я смогу. Тихо-тихо, не упади. Не упади. Ага, мне вниз. Да, вниз. Наверное. так а здесь здесь вообще понятия не меньше мне делать вот так вот и здесь это лестничка бланда вот и моя хорошая значит мы поднимемся все правильно вот такие головоломки я люблю не нужно напрягаться сильно вот во всех выиграть такие были было вообще шикарно пнуть влезть походим и сюда подымали чтобы спать птица не понял там не объяснит зачем мы сюда залезли а чтобы поднять дальше эту штуку понял все 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 хорошо дальше поднять вот так вот нам также не заберемся потом просто если мы лестничку это не опустили все побежали блин а когда мы уже дойдем когда мы уже с вами доберемся так пнуть на смотровую платформу это типа наверх правильно понимаю вот сюда либо вниз надо бежать они тут фальш феер значит наверх так давай сюда патрушка патрушков нету мне кто плохо ну и на этом спасибо конечно за это тоже спасибо так но мы сюда поднялись что это нам дало но кроме листочка так а по мосту наверх да то есть с левой стороны нужно вниз идти хорошо давайте пошлите пошлите вниз но насколько я понял из модерна просто фальшфер с вами позабрали забирали все больше здесь ничего нету блин сильно долго а сильно долго что-то это все мы делаем с вами я твою штука одна осталась хорошо так дай сюда отлично теперь они нас не тронут заработала поехали хотя не наверное возьмем вот эту штуку потому что здесь ворона летает а я угадал да так тихо 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 все ребята стать ружился перезарядить давай отлично наверное зря трача дать и фальшферы можно и так их остановить наверное с обычным фонариком а вас не сильно много ли девы ой а это мне уже не нравится ну прыгай прыгай пожалуйста блин с таким прожектором можно и бэтмена вызывай дыр и вот для какой фонарик еб твою а упала и пила кусок упал да на землю смотрю ладно уходим еб твою чуть не прибило видели в миллиметре упала мне вообще не нравится так патрушки фонарик хорошо полный полный так что это ничего идем наверх туда все побежали так а вот это что за пожар что это нас тут ждет охотничье оружие мне это все не надо куда мне нужно наверх да а вот здорово ребят как она скучали по мне скажи честно скучали так до побочиня до побочиня да уходим погоди тут тупик неужели вниз хотя по идее наверх надо было ну ладно побежали вниз так парни отстаньте пожалуйста пожалуйста отстаньте пока дай сюда дай сюда все отлично вы же дальше не пойдете я надеюсь по идее не должны там же свет просто не хочется время на них тратить и плюс патрушки еб твою а давай как-то побыстрее я шифтем он не хочет на шифт он вообще не реагирует так давайте давайте таким образом сделаем сзади тоже да меня кто то есть я так понимаю так на побочиня ты остался да здесь и сверху твой друг вроде бы ау просто ауч так сейчас погодь погоди секунды перезаряжусь и пульком все отлично пошли много фальшферов потратила стой но наверное здесь хрон да вот вижу стрелочка хорошо дай пополнить ракетница и сигналь да отлично пакетница ракетница две штучки но мне бы светошумовую гранату б чисто флешку в них кидать я думаю мы с вами уже около часа бегаем мне интересно когда хочешь какая то будет развязка здесь в этой голове так толкнуть но толкни пожалуйста молодец умничка так прыгнуть а не туда надеюсь это этот дом пройти через горные развалины так пройти не могу шикарно в подвал дай вода да ну да банджор том я скучаю том так ты говорил мне через телевизор понятненько как мне здесь наверх вот вижу может он стример просто и разговаривал с ней через телевизор машина за это как я бывает в папу когда играю тоже разговариваю со зрителями но это же не означает что вы с ума сошли ну либо я еб твою а сколько вас тут ребят сколько вас тут много я смотрю взять для дробовика отлично отлично ё-моё все нужно 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 разбираться нужно разбираться а у нас есть фальши этот как и у ракетница датовой ракетница может мы к ним ты братишь давай наверно потратим ракетницу а на этих патрушки потратим тоже мне не хочется все заново потом проходить это если честно сейчас погодь 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 на и возьму по трошке промахнулся ну и ну игра пожалуйста дай мне финальную на льна кат-сцену здесь так она опля перепрыгнули молодец так 0 теперь надо решить налево либо направо давай сюда наверное да побежали я мог видеть озеро колдон казалось что я вижу точку где был остров и дом а рядом сиял свет это могла быть лодка то есть нам на лодку да нужно этим так очередная рукопись мне нужно было попасть туда быстрее и мне было страшно что я мог бы там найти страшно очень страшно да я здесь я иду нет 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 убирайся я извиняюсь пожалуйста леди хозяин не знал с кем связывается и я не знал клянусь не знал нет у нас его жены мы не знаем где она наверное утонула мы только нет у у у у у у КОНЕЦ КОНЕЦ